Всем привет! С вами Кулич, и это снова теплый ламповый обзор старых комиксов, вышедших в России в 90-е. И сегодня я расскажу вам сразу о двух сериях комиксов, которые появились на русском языке примерно в 94-95 годах. Что их объединяет? Во-первых, и в той, и в другой серии, увы, вышло всего по три номера. Ну а во-вторых, выпускало эти серии издательство Семиф, впоследствии приименовавшиеся в издательство Трой. Я говорю о комиксах «Розовая пантера» и «Мумитроль». Наверняка найдутся зрители, которым название Семиф сейчас вообще ни о чем не сказало. Ну, чтобы 10 раз не повторяться, их я отправляю посмотреть старые выпуски «Тряхнем старьем» про комиксы «Тумак» и «Фантом», в которых я уже более подробно про это, несомненно важное для комиксов первой волны в России издательство, рассказывал. И вы знаете, у издательства Семиф, в отличие от многих других издательств того времени, ну, Махаона, например, прослеживалась какая-никакая логика в выборе тайтлов. Я бы даже сказал, что у них существовала определенная издательская стратегия выпускать по отдельной серии комиксов, а то и по две, для каждой возрастной категории. Они, в общем-то, в своих комиксах так и писали. Бобо для самых маленьких, Гляф для детей постарше, Тумак и Фантом для подростков, да и взрослым покатит. Про Бобо и Гляф у нас, несомненно, как-нибудь состоится отдельный разговор. Все бы хорошо, но, видимо, в Семифе не просчитали один момент. Комиксы, где за главные персонажи тайтлов никому неизвестные герои, продавались не в пример хуже комиксам, в которых главные герои уже были знакомы читателям по мультсериалам или в каких-то других медиа. Словно пытаясь исправиться, издательство толком не закончив начатое, уже почти на закате своего существования взялось еще за три серии Том и Джерри, Розовая Пантера и Мумитроли. Коту и Мышонку также, несомненно, будет отведен отдельный выпуск. А пока перейдем к двум оставшимся тайтлам, которые я и заявил в начале ролика. Розовая Пантера. В Россию этот персонаж вместе со всей немногочисленной когортой своих друзей захаживал частенько. И даже если кто-то не вспомнит несколько компьютерных квестов, которые официально выходили на русском, не вспомнит фильмы 2006 и 2009 года, где бессменного героя вселенной Пантеры, инспектора Клузо, сыграл Стив Мартин, не вспомнит мультсериал, транслировавшийся на ОРТ, где забавный слоган Силами отечественных переводчиков превратился в совершенно необъяснимое Я не галлюцинация! Если все это вам по какой-то причине вспомнить не удалось, то уж бессмертную мелодию Генри Манчини с вероятностью 146% знают и помнят все. Кстати, о том самом мультсериале. У нас он транслировался в 98 году, в Америке появился в 93-м, и примечательен он тем, что в нем впервые Пантера, а точнее сказать Пантер, он самец, заговорил. Разговаривает наш розовый друг и в комиксах, и разговаривает много. Он играет роль типичного комедийного персонажа, остряка, то и дело попадающего в забавные ситуации, и затем самыми невероятными способами из них выкручивающегося. В противовес нему бессменный герой франшизы инспектор Жак Клузо, почему-то получивший в русском издании имя «Инспектор Ноль». Каждый из трех выпусков Семифа содержит 6 историй, и это довольно много. Ни комиксов вставок почти нет, только небольшая образовательная информация на форзовцев. Учитывая, что комикс не рассчитан на совсем уж младенческую аудиторию, ну, вряд ли 6-летние дети, например, знакомые со словом «вексель», забавных шуток и гэгов тут много. Есть истории классические, сродни мультсериалу, есть пародинии, в которых Клузо примеряет все новые образы. То Джеймсом Бондом станет, то Джеком из сказки про великарный бобовый стебель, то американским колонистом с Мэйфлауэра. Как уже мной говорилось ранее, у шведского Семика, помимо российского Семифа, были подразделения в других европейских странах. И у меня уже практически нет сомнений, что российские комиксы этого издательства печатались именно по польским и венгерским аналогам. С чего я это взял? Ну, просто зачастую в анонсах Семифовских изданий на задней странице обложки можно разглядеть именно комиксы из этих двух стран. А когда начинаешь уже вплотную сравнивать обложки, к примеру, вот этих венгерских комиксов с нашими, то никаких сомнений не остается. Судите сами. Кстати, там даже номера комиксов совпадают с нашими, с одной лишь поправкой, что венгерские варианты вышли двумя годами ранее. Хотя, знаете, я сначала решил так для себя, а потом уже засомневался. Потому что, например, норвежские издания тоже практически идентичны русским. В общем, с этим Семиком-Семифом-Троллем сам черт ногу сломит разбираться. Ну и, наконец, перейдем к Муми-Троллям. Этих персонажей Туви Янсен лично я обожаю. Люди, интересующиеся, наверняка знают, что в последние годы стараниями издательств Зангавар и Бум-Книга на русском языке выходят оригинальные авторские комиксы Янсена об этих забавных существах. Но в 90-х Семиф издавал совершенно другую серию. Рисунок и история здесь более мультяшный, что ли. В сюжетах неизменно присутствуют абсолютно все полюбившиеся читателям герои книг, но при этом авторы не боятся вводить и новых персонажей. Правда, больше чем на одну историю они обычно не задерживаются. В остальном тут есть все, за что многие так любят Муми-семью. Добрые шутки, необычные приключения и душевная атмосфера. Русские издания, скорее всего, воялись по польским лекалам, потому как в венгерском журнале Мумин обложка вот этого номера, к примеру, отзеркальна. Да я вам больше скажу. Обложки второго и третьего номеров в Майярском варианте также отзеркалены. Одним словом, угорщина. В отличие от Розовой Пантеры, в журналах о мумитролях побольше не комиксовых вставок. В частности, тут много кулинарных рецептов. А в одном из номеров посередке даже настольная игра была. Но я, видимо, в детстве ее вытащил, благо целостность комикса от этого не пострадала. Заметьте, что я в этот раз, вопреки традиции, ни словом не обмолвился о качестве изданий. Вы знаете, придраться особо не к чему. Мелкие огрехи в верстке, конечно, присутствуют, но в целом Семиф старался марку держать. И в заключении выпуска, подводя своеобразный итог, мне остается только посожалеть о том, что издание этих комиксов на русском языке когда-то приказало долго жить. Но есть один плюс. Сейчас эти журналы имеют определенную и, надо сказать, немалую ценность среди коллекционеров. Что ж, на сегодня все. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и рассказывайте о моих обзорах интересующимся друзьям. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok